В Самару привезли обманки. Ничего криминального. Так художники называют работы, выполненные в редком сегодня жанре. Зародился он в Древней Помпее. А в центре экспозиции картины, на которую вдохновил авторов, признанный мастер многослойной акварели Сергей Андреяко. Что из этого вышло, увидела Татьяна Пудова. Возродить акварель, вернувшись к традициям старых мастеров, такую цель преследует народный художник России Сергей Андреяко. Для этого два года назад в Москве он открыл Академию акварели и изящных искусств. В Самарское художественное училище привезли работы студентов. Все для того, чтобы молодые художники учились технике акварели на примере этих работ. Для Татьяны Лишаевой курс акварели завершен, но любовь к технике осталась. У нас акварель, буквально первый семестр первого курса, и мне очень жалко, я очень люблю акварель. Любые новые работы, это возможность посмотреть на, скажем, какие-то новые методы, узнать что-то новое. Соответственно, для нас, как для художников, это уже развитие. На выставке не только акварели, но и рисунки в качестве натуры, античные скульптуры, специально привезенные из Италии. Особенно широко представлены так называемые обманки. Это стиль живописи, который зародился в древней Помпее. Когда студенты выполняют, иногда создается иллюзия, действительно, как будто это не нарисовано, а живые предметы. Есть даже, ну я на выставку не привез, а есть одна такая работа интересная, когда студентка сделала как будто рваные края у работы. Тут видно традиции, то есть, как возвращаются к этим, то есть, голландский натурморт, тут видно, вот есть несколько работ, голландский натурморт, они так и называются. То есть, вот есть какая-то такая тематика, написано красиво. По окончании выставки работы отвезут обратно в Академию, а посетители экспозиции, студенты Самарского художественного училища уже решили, связать свое творчество именно с акварелью. Татьяна Подова, Виктор Соколов, Новости губернии.